Все мы помним, как после проведения оценки земельных участков и недвижимого имущества суммы налогов были словно взяты из воздуха. После многочисленных обращений налогоплательщиков было решено создать государственный орган оценки. Саратовская область стала экспериментальным регионом и в этом году у нас провели государственную кадастровую оценку двух категорий земель, а в следующем оценят остальные объекты недвижимости. В нашей оценке в 2018 году подлежало 633 483 земельных участков, в которых 633 080 земельных пунктов и 403 участка земли особо охраняемых территорий объектов. Собирались рыночные сведения, то есть объекты аналоги. Сведения поступали к нам в первую очередь от того же Росреестра. Это значение фактически сделано в 2016-2017 году на территории Саратовской области по данной категории. Дополнительно следили, запрашивались в органах местного самоуправления и территориальном управлении Росимуществом в Саратовской области по проведенных торгах, аукционах, сделках. И дополнительно получены информации сети интернет, то есть это объявления сайта типа Авито и от партнеров, это основных операторов рынка недвижимости Саратовской области. Дмитрий Саксельцев признался, что специалисты Центра государственной кадастровой оценки не выезжали в города и села, а оценивали земельные участки только по бумагам. Поэтому непонятно, чем же отличается эта оценка от предыдущей, проведенной самарской фирмой в 2012 году. Тогда квартиры в одном доме и на одной лестничной площадке могли оцениваться с разницей в сотни тысяч рублей, и соответственно кто-то платил больше, чем его сосед. И тогда споры по оценке решались в судах. В период с 2013 по 2017 год средний процент снижения кадастровой стоимости через суд и комиссию составлял порядка 62%. После проведения кадастровой оценки в этом году произошло снижение стоимости земельных участков. Общее снижение составило порядка 15%, или порядка 100 миллиардов рублей. Снижение наибольшее произошло по сегменту садоводческое, огородническое, дачное использование, малоэтажное, жилая застройка. Это основной сегмент, который мы обследовали в этом году, порядка 82% всех земельных участков. Так вот, в данном сегменте снижение произошло порядка 153 миллиардов рублей. В то же время прирост кадастровой стоимости среди всех сегментов наибольший произошел по сегменту производственной деятельности. Это порядка 44 миллиардов рублей. По Балаковскому муниципальному району такие сегменты, как предпринимательство и шестой сегмент – это производственная деятельность, они показали некоторые увеличения по сравнению с тем же сегментом, номер 7 – это транспорт, там троекратное снижение. Что здесь можно сказать, действительно, именно в Балаково очень много случаев, когда происходило оспаривание этой стоимости. И то, что сейчас по увеличению по производственному направлению по торговле, оно как раз действительно во многом связано именно с тем, что наша текущая оценка в каком-то смысле пересмотрела те результаты. Промежуточные документы по оценке размещаются на сайте, и их можно оспорить, если владелец земельного участка не согласен со стоимостью. К замечаниям, помимо сведений об обратившемся лице, изложения сути указаний на объект оценки, могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. В том числе может быть приложена также декларация о характеристиках объекта недвижимости. В настоящее время утверждением принято как от органов местного самоправления, так и от НФ правообладателей порядка 1900 замечаний, из которых чуть более половины уже обработано и получены на них заключения. Отметим, что переоценка кадастровой стоимости скажется на пополнении бюджетов муниципальных образований. В Балаковском районе выпадающие доходы бюджета по земельному налогу составят около 27 миллионов рублей.